В завершении недели небольшой исторический обзор. Перечислим те имена, которые причастны к нашей теме этой недели. Если в философии выделить логику и методологию и, кроме того, отдельно рассмотреть мышление, сознание, поведение и взаимодействие, то необходимо непременно сослаться на следующие имена. После Платона идет Аристотель, который очень подробно анализирует категории, употребляемые у самого Платона и у других авторов, чем Платон в общем не занимается. Он не занимается анализом логики. После, в конце средневековья, идет Раймонд Лулли. Очень важный автор, построения которого очень схожи с нашими лестницами уровней. Конечно, и Декарт и Юн тоже требуют анализа с точки зрения метода и методологии. Кроме того, здесь появляется еще Бекон и Либниц. Кстати, если Декарт оценивал вклад Раймонда Лулли отрицательно, то Либниц может считаться прямым наследником Раймонда Лулли с точки зрения математизации и формализации логики и методологии. И от Раймонда Лулли и Либниц прямая дорожка идет к искусственному интеллекту и компьютерам 20 века. Кроме того, после Канта надо непременно упомянуть Гегеля, который попытался построить свою систему категорий и увязать ее с антологией. Ну и вот 20 век. Есть такой Клер Грейвс, система которого называется спиральная динамика и требует очень тщательного изучения и сравнения с нашей системой уровней. И есть такой Кену Вилбер, который на основе спиральной динамики построил дополнительные модели. И его школа называется интегральный подход. Вот эти системы дослуживают отдельного рассмотрения и сравнения этого материала с тем, что мы сделали в нашей классификации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...